Я должен был стать пластическим хирургом. Все пластические хирурги, богатые, красивые, знаменитые. Когда я приехал в Санкт-Петербург, я думал, что я просто король вечеринки. Здравствуйте, меня зовут Ростислав Павлов, я супер молодой резидент. Я очень хочу приехать к вам, но у меня нет денег, я из России. Бабушка сидела на консультации, четвертая стадия, и говорит, доктор, сколько мне осталось жить? Бабушка, а почему вас этот вопрос интересует? Через полгода у внучки свадьба, я хочу там потанцевать. У нас парадигма медицины, быстро, но таким образом, что ты не должен высовываться. Я это меняю. Я самый молодой начмед хирургический в России. Доктор – это такой супермен. Это есть. Привет, меня зовут Анастасия Карпова, я возглавляю проект 30 до 30 в России. Сегодня у меня необычный для Forbes гость – это Ростислав Павлов, заместитель директора по медицинской части клиники высоких технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Ростислав, привет. Привет, Анастасия. Ты совмещаешь очень активную деятельность оперирующего хирурга с административной деятельностью. Расскажи, зачем вообще тебе это нужно? Есть ощущение, что в медицине, не знаю, поправь мне, если я не права, люди либо занимаются наукой, либо уходят в управление. Вот почему ты выбрал именно такой путь? Зачем тебе это нужно? Очень хороший вопрос. И буквально 5, наверное, лет назад у меня состоялся серьезный разговор с моим одним из наставников, который мне сказал, «Ростислав, тебе нужно выбрать или идти в администрирование и развиваться в этом направлении, или становиться хирургом и дальше двигаться». И для меня это было очень сложным решением, так как я люблю настраивать механизмы работы, правильно формировать команды, ну и люблю оперировать. И моя жена сказала мне, «Зачем тебе уходить в разные стихии, если у тебя может получаться это вместе?» Я решил попробовать. Поэтому, создав такую коалицию между управленцем и хирургом, у меня получается правильно, во-первых, делегировать задачи, во-вторых, развивать команды хирургические, для того, чтобы в будущем можно было масштабировать весь этот механизм воспитания хирургов и учить ребят становиться лидерами и управленцами. Потому что в настоящее время очень большая проблема стать заведующим. У нас не учат, как управлять командами, как формировать экономическую ликвидность отделения, эмоциональную безопасность, процессы выгорания контролировать у команд. И поэтому я решил пойти по такому пути. Он сложный, мне приходится дополнительно много учиться параллельно с моей хирургической деятельностью. Тем не менее, я вижу результат и вижу, как хорошо это работает в наших условиях клиники. Ты попал в рейтинг в 29 лет, и когда проводили ресерчи, искали кандидатов в номинации наук и технологии, твои коллеги говорили, что у тебя головокружительная карьера для твоего возраста. Почему в 29 лет очень сложно достичь обычно в хирургии, в онкологии того, чего уже ты достиг? У нас есть принципы иерархии. То есть еще из СССР это длится, что хирург должен 5 лет настояться, как коньяк, потом еще 5 лет где-то настояться. И к 40 годам, когда твой заведующий или руководитель уходит на высшую должность, ты дожидаешься этого момента и становишься заведующим. Мне повезло, потому что мои навыки хирургии и навыки soft skills помогли мне достаточно быстро подняться по карьерной лестнице. Ну и безусловно тут сыграл большую роль мой директор, Юрий Николаевич Федотов, который поверил в меня и дал мне возможность раскрыться. И когда он это все так сделал, увидел результат, и как показала практика, что возраст это недостаток, который очень быстро проходит. Поэтому благодаря нынешним технологиям, нынешним возможностям сейчас можно ездить за границу, учиться, получать навыки и достигать вершин, каких ты захочешь. Расскажи, как ты вообще пришел в медицину? Почему ты стал учиться на врача? Пример, это мой отец. Он был таким для меня флагманом. Хотя он и врач, анестезиолог, и аниматолог. Тем не менее, у меня в семье это всегда такой был культ папы. В том плане, что я видел, как к нему обращаются коллеги, и мне всегда казалось, что доктор это такой супермен. Я понимал, что у меня нет таких скиллов, там я не стреляю паутиной, или не могу взлетать на высоту. Но мне хотелось стать суперменом, и я понимал, что когда я попадал в какую-либо среду, и слышали, он там хирург, или доктор, все такие, оу, класс. И это стало, наверное, таким толчком для меня. Я с пяти лет хотел стать доктором, игрушки зашивал всегда самостоятельно, у меня была своя аптечка, своя операционная, и я шел к этому достаточно активно, хотя параллельно я занимался бальными танцами, я достиг достаточно больших высот в этом виде спорта, 15 лет положил в своей танцевальной карьере. Она меня многому чему научила, это дисциплине, командной работе. Но все равно я выбрал медицину. И степ-бай степ, вначале я начинал санитаром, со второго курса я уже начинал делать первые операции, оперировал животных в ветеринарных клиниках, где там больше 300 операций в год выполнял только на животных, в ветеринарных разных учреждениях. И становился, становился, достигал, достигал. Делал самостоятельные коробочки из Икея, покупал, чтобы сделать тренинг-бокс для лапароскопических операций, заказывал с Алиэкспресса, инструменты. Поэтому все возможно, и шел к этому. Я понимал, какие мне нужны скиллы, я понимал, какие мне нужны компетенции, просто их достигал. Ну а как ты это понимал? Очень просто. Ты приходишь к профессору, как я любил всегда приходить, к какому-нибудь крутому профессору. Он тебя отправляет. Вот я когда встретился со своим первым учителем, профессором Ищенко Роман Викторовичем, сейчас он заведующий кафедрой в МГУ. Я его прождал возле кабинета, по-моему, 8 или 9 часов. Я пришел к 8 утра, он ушел в операционную, приходил-уходил. Я вначале очередь пациентов прошла, потом он опять ушел в операционную. Я сам сидел возле его кабинета и ждал его. Настойчивый. Да. И он такой, он уже одетый, выходит, говорит, кто? Я говорю, здравствуйте, я студент третьего курса, Павлов Владимирович, хочу стать крутым хирургом. Он такой, ну, парень. Я говорю, ну нет, я 100% встану, пожалуйста, давайте пообщаемся. Я каждое лето у него в отделении проводил все 3-4 месяца. Учился, занимался и ставил себе определенную планку задач. Потом я понял, что нужно международное образование. Приехал в Санкт-Петербург. Когда я приехал в Санкт-Петербург, я думал, что я просто король вечеринки. Почему? Я достиг достаточно многих высот, выиграл все научные работы, гранты, достижения с науки. Я уже оперировал. И думаю, ну, сейчас я тут покажу. И я понял, что, о, господи, у меня сумасшедшая разница, где я и где хирурги Петербурга и Москвы. И все там ездят за границу. Я думаю, так. Я начал писать и узнавать, как вообще поехать за границу. У меня на тот момент, назовем так, не было денег. Поэтому я писал всем во все стажировки, которые возможны. Потому что, здравствуйте, меня зовут там Ростислав Павлов. Я супермолодой резидент. И я очень хочу приехать к вам. Но у меня нет денег. Я из России. Такие, бедные несчастные, давай мы тебе поможем. И таким образом, я за ординатуру посетил порядка, по-моему, восьми стран. Начиная от Швейцарии, заканчивая Сингапуром. С ума сойти. Да, и вот тоже благодаря моему там учителю Андрею Николаевичу Павленко, который достаточно знаменитый, к сожалению, он ушел из жизни, который просто мне говорил, Ростислав, езжай. И я понял, главное правило, которое есть у нас в клинике, не мешать. Не мешать развиваться. Если ты не мешаешь развиваться, то ты получаешь хороший результат, благодарных фолловеров и работников. И, что самое главное, мощную, классную, высокотехнологичную команду. Когда готовилась к интервью, посмотрела твой сайт, у тебя там более семи разных образований, по-моему, еще столько же всяких стажировок. Ты же начинал на Украине учиться? Вот когда ты переехал в Петербург, что тебе вообще это дало прежде всего с точки зрения профессиональной? Очень сильный вызов. Я не думал, что будет так сложно. Потому что переехав в Петербург, это новая планка. Переехал я в Петербург благодаря высшей школе онкологии, которую соосновали Илья Фоминцев и Вадим Гущин. Илья Фоминцев из Санкт-Петербурга, фонд профилактики рака. Вадим Гущин, он работает в клинике Мерси Балтимор, он там шеф хирургического департамента. И нас Вадим начал учить по методике американской резидентуры. Мы обсуждали журнальные клубы, communication skill, все на английском языке. И я понял, насколько мне не хватает уровня для того, чтобы быть как все. И безусловно, это окружение. Потому что высшая школа онкологии, где мы учились, это такой был сливки со всех регионов, продвинутых, прокачанных ребят, у которых были свои компетенции в каждом из направлений. И когда ты там живешь в Украине, такой думаешь, я молодец, такой красавчик, попадаешь к ребятам, которые там, а я там, Володя Кушнарев, да я год в Германии проработал, сейчас перевожу Helmour of Cancer, планирую поступать в Гарвард. И вы знаете, я читал последнюю монографию какого-то профессора по лимфомам, у него очень много ошибок, я ему написал в редакцию, чтобы он исправил. Или там мой друг Саша Петрачков, который говорит, ты знаешь, я хорошо занимаюсь в реанимации, я вижу, что терапевты из одной больницы делают неправильно, я решил прийти к ним и рассказать, что они неправильно ставят диагнозы. И потом они начали хирурга переписывать его диагнозы. Я такой, ого, ребята, неплохо. И таким образом я остановился и развивался. То есть по началам книжки, выходные стажировки за границу и работа в клинике. Когда ты вернулся на должность ночмеда, какие основные задачи перед тобой поставил руководство клиники? Что нужно было сделать в первую очередь? Когда я спросил Юрий Николаевич, какие мои задачи, он мне сказал просто сакральную фразу, которую я буду рассказывать всем. Он мне сказал, Ростислав, просто будь собой и делай все то, что ты умеешь делать хорошо. И, как показала практика, мы неплохо с этим справляемся. С стратегией работы. Да, мы в этом году сделаем свой рекорд. Я думаю, мы пролечим больше 5000 пациентов на нашем маленьком объеме. Выполним порядка, наверное, 2,5-3 тысячи операций и много курсов химиотерапии. У нас там прирост порядка 140-150% по количеству пациентов, по количеству операций и по количеству вообще там всей научной и медиа деятельности. А в чем твои основные задачи, как на чмеда? Вот что ты делаешь ежедневно в этой должности? Если мы оставим за скобками твою хирургическую... Во-первых, это самое большое мракобесие, это разбираться в законах и новых придуманных стандартах от нашего правительства. Потому что у нас вышел новый закон о онкологической службе, который просто максимально ухудшает условия для пациентов. И моя задача найти ту золотую середину, чтобы пациенты могли лечиться, могли получать качественную высокотехнологичную помощь и при этом не терять это качество и эмоциональный комфорт для пациента. Потому что, к сожалению, наше правительство об этом не думает. Они просто там сидят, делают... Я не знаю, кто вообще это пишет. Новый законопроект, он просто вообще выбивается из мировых тенденций. Поедьте в университетскую клинику куда-нибудь, в Америку, в Европу, в Израиль, посмотрите. Мы абсолютно не работаем по стандартам. То есть есть университетская клиника, есть отделение, которое занимается всеми направлениями. Нет, нужно разделить их, максимально усложнить работу и тем самым ухудшить условия для оказания помощи пациентам. Поэтому, когда я стану министром, первое, что я сделаю, это все это мракобесие закончу, возьму лучшие практики, соединю их и адаптирую к российским реалиям. Как хирург ты специализируешься на раке желудка? Да. Как сложилась специализация? Можно ли это выбрать на каком-то этапе? Или ты просто как-то интуитивно это понял, как это происходит у хирургов? Я должен был стать пластическим хирургом, потому что у меня были там знакомства, папа знал много пластических хирургов, мне это нравилось, потому что все пластические хирурги богатые, красивые, знаменитые. Я искал себя, я занимался вначале пластической хирургией, но потом я встретил своего учителя и меня как молния ударило. И я понял, что у меня начинают пациенты выздоравливать, получаться, получаться, и получаться. Поэтому я специализируюсь на опухолях желудочно-кишечного тракта, выполняю все малоинвазивные операции, то есть с помощью лапароскопов, 5-миллиметровых. Это прокол. Прокол, да. И сейчас выполняю там больше, наверное, 200 операций в год. Это немного для начмеда. Почему? Потому что я больше времени все-таки администрирую и беру самые сложные кейсы или, как я уже сказал, политически важные, которые просят там руководителя или кто-то из знаменитостей приезжает. Но я таким образом воспитываю команду, даю более легкие кейсы своим сотрудникам и тем самым повышаю уровень качества оказания хирургической помощи. То есть, чтобы не было того, что вот мы едем в клинику Пирогова, в Санкт-Петербургский госуниверситет, едем к Павлову. Нет. Мы едем в онкологическую команду, мы едем к команду там Павлова и мы знаем, что все сотрудники этой команды компетентны. И к кому ты не попадешь, ты знаешь, что тебя все равно выполнят правильно. Потому что, когда они развиваются в этой культуре, они видят, как я оперирую. У нас есть такое правило see one, do one, teach one. Когда ты видишь, как это все происходит, когда ты видишь качество, к которому я очень жестко отношусь и очень строго контролирую ребят, а не просто поставив там мою операцию и нескольких старших хирургов, вы не найдете отличий. Потому что они уже научились этим навыкам и научились стандартизации выполнения операций. Так у нас выглядит обычная палата для пациентов. Я еще раз хочу сказать, мы городская больница, то есть мы федеральный центр, мы лечим пациентов бесплатно. То есть полотенечко хорошо убрано, все чистенько, тумбочка, вот сюда мы еще повесим телевизор, жалко они еще не повесили, но в других палатах есть, можно оставить отзыв, дежурная медсестра, выписка, обязательно вот фио, лечиврач, кондиционер, то есть все более чем здорово. И конечно же я люблю заходить в туалет, потому что по туалету можно понять вообще важная часть больницы. То есть вот смотрите, это важный момент, еще не выбросили мусор, но смесители, все, душик, все четко, напигдорина. Ну, кайфов же. Мне кажется, что не стыдно даже показать. Есть чем гордиться. как ты подбираешь людей в команду? Первое, это человеческие качества. Первое, какое я провожу, например, интервью и спрашиваю. К вам пришел пациент на прием. И тут он начинает возмущаться, что он долго просидел у вас в очереди. Ваши действия. Если мне доктор начинает говорить, отправлю его в пешее путешествие, сразу говорю, пошел вон отсюда. Гражданка, а вы вообще записывались? Я тут доктор. Я сразу заканчиваю интервью и говорю, спасибо, у нас нет ставок. Для меня вот этот пейшн-зэферст, культура, очень важна. То есть всегда выслушать, всегда быть на связи. Второе, это возможность обучения. Потому что, если я, приходит ко мне доктор и говорит о том, что, вы знаете, я там хорошо добился, я спрашиваю, готовы ли дальше выучиться? Как у вас английским языком? У меня все в порядке, я уже так все знаю, мне просто дать и больных, я их буду. Зачем мне английский язык? Зачем мне английский язык? Я говорю, хорошо, спасибо, не нужно. И третий момент, который я очень хорошо посмотрю, это горение, горение мотивации. То есть, когда я даю задание, могу там позвонить ночью, сказать, да, сказать, вы знаете, у нас сейчас там сложный пациент, прийти, пожалуйста. Когда мне говорит доктор, ой, я сплю, я завтра посмотрю, спасибо, вы на мне подходите. Поэтому вся команда видит мою отдачу, и я требую такой же отдачи от них. Хотя сейчас я понял, я пришел к тому, что мы взяли, например, в команду онкологическое отделение психолога для врачей, для пациентов. Я не знаю, я такого в России не встречал. у каждого доктора две сессии в месяц с психологом и плюс сессии у пациентов. То есть у нас там, сейчас мы записываем интервью, через 15 минут у нас медитация у онкологических пациентов, которые проходят химиотерапию. То есть Павел приходит, проводит с ним медитацию, настраивает их на хороший такой исход и мотивирует их становиться лучше и действовать по плану. Также он помогает медсестрам, потому что процесс выгорания, который присущ как медсестрам, так и врачам, нужно контролировать. Как меня спросили в Гарварде, есть ли выгорание в России. Я сказал, потому что... Конечно нет. Конечно нет, у нас нет такого понятия. На самом деле это глубокое заблуждение. Поэтому мы начали работать и с этим направлением и я уже вижу, Паша пришел буквально месяц и я вижу, как ребята поменялись, какие у них стали глаза, как они поняли, что это очень полезно, что они могут поговорить с ним. Они не могут обсудить со мной какие-то вопросы. Но им нужно высказаться, им нужно быть эмоционально стабильными. Как вообще команды пациенты относятся? Потому что мне кажется, что в России немножко так же, как тема онкологии табуированная и тема психотерапии в общем тоже. Первое, расскажу про пациентов. В первую медитацию пациенты смеялись. Они улыбались и не говорили о том, что это... Где мы? Где мы? Потому что они побывали у доктора, все хорошо, грамотно, красиво у нас, но еще и медитация. Сейчас Apple Pay придут еще оплачивать за это. Второй раз, когда второй день пришел, все уже задумались и уже начали как-то проживать эту историю. А когда Паша пришел третий день, мне уже пациенты некоторые в коридоре ловили и спрашивали, скажите, пожалуйста, а у вас постоянно теперь будут такие медитации? Мы там начали в пациентские сообщества присылать то, что у нас медитация и мы хотим... Другие пациенты хотят присутствовать. С врачами я тоже думал, что будет ситуация такая двоякая. Но мне очень повезло с командой, потому что они всегда верят в мои идеи и понимают, что она сработает. Они не понимают, как. но они понимают, что у нас работает. Я пришел, объяснил, что у нас будет психолог, как вы на это смотрите. Все сказали, ну окей. Если надо, если надо, да. Я говорю, хорошо, попробуйте. И уже половину отделения несколько сессий с Павлом провели и все ко мне подходят и говорят, блин, круто, супер. А чем раньше этого не делали? Я так понимаю, что это суперредкая практика. Да. Я думаю, что я первый, кто вел это в хирургическом отделении психолога для врачей. Ты же проводил какие-то исследования, как это влияет на состояние пациентов? Конечно, конечно. Настроение доктора, настроение медсестры напрямую влияет на пациента. потому что медсестра общается с пациентом каждый день. когда проводили, к нам приезжал команда маркетологов, достаточно известный, там, Paper Plans, Илья Балахнин, он у нас проводил исследование и смотрел там НПС удовлетворенности команд. То есть у нас очень высокий НПС у врачей, там 95%, там, НПС клиники 90% и НПС медсестер 75%. Это высоко, но я не понимал, почему он такой низкий. И оказалось, что медсестрам нужно больше внимания от врачей, больше внимания, например, психолога, и это им поможет становиться более заботливыми и более внимательными к пациентам. Хотя они и так очень внимательны, если сравнивать уровень других учреждений. Мы работаем по правилам частной клиники. Есть такой миф, не знаю, может быть, ты его сейчас развенчаешь, что в лечении онкологии очень важен настрой пациента. То есть не столь важны, безусловно важны, там, какие-то показатели медицинские, но настрой играет очень важную роль. Действительно ли это? Это не миф. Это так и есть. Есть исследование, которое показало, что у врачей, точнее, у пациентов, которым врач нравится и которых заряжает, результаты лечения четвертой стадии рака лучше, чем у пациентов, которые несчастливы со своим доктором. Казалось бы, это супер важно. При одинаковых исходах. При одинаковых исходах. При одинаковых исходах и при одинаковой ситуации с прогнозом. Да, безусловно, многие скептики могут сказать, там, у них была другая биология, опухоли, они там, лечились в одной клинике, а те лечились в другой клинике. Тем не менее, мы видим результат. И мы видим результат по нашим пациентам. Потому что они счастливы, они, безусловно, чувствуют себя комфортно, они чувствуют себя безопасно. И они понимают, что придя в клинику, они попадают в такой, как в пациентских сообществах описывают наше отделение, как камерную обстановку. Ты все знаешь, ты придешь, возьмешь книжечку почитать, телевизор посмотришь, встретишься с хирургом своим, с химиотерапевтом, встретишься со своими друзьями, товарищами. Потому что мы стараемся знакомить пациентов между собой. Тоже достаточно интересная практика. И тем самым помогать им на примере других пациентов продвигаться дальше. Расскажи, пожалуйста, что это? Выглядит ужасно. Это... Нет, он... Ужасно пугающе. Он выглядит идеально. Я считаю, это один из самых идеальных инструментов. Это ультразвуковой скальпель. То есть с помощью этого ультразвукового скальпеля мы выполняем операции и можем удалить полорганизма лапароскопически. И с помощью этих инструментов мы выполняем 90% операций. То есть это малоинвазивный, без разрезов. Вот вы видите толщину этого ультразвукового скальпеля. И там, когда стоит тракар, грубо говоря, он так заходит, и мы манипулируем внутри человека. И тем самым удаляем... То есть можно удалить половину организма человека вот этими маленькими щипчиками? Да. Как? Лапароскопически, с помощью навыка. Поэтому мы являемся лидерами в этом направлении. То есть вы стараетесь уходить от операций полостных? Да. Да. Мы уходим от операций полостных и приходим к лапароскопическим. Ну, точнее, мы уже пришли. Достаточно глубоко и хорошо. И это нам дает возможность быстро выписывать пациентов. Это ускоренная реабилитация, и пациенты быстрее начинают продолжать там лечение, например, химиотерапия или лучевая терапия. И, что самое главное, они уже через 2-3 часа встают, пьют воду и отправляют смс к своим родным и близким. Почему важно уходить от полостных операций? В чем опасность для пациентов? Для пациентов в принципе опасности никакой нет. Это просто лапароскопия, это доступ. Это вариант выполнения операций. Можно также выполнять эти операции классическим открытым доступом, также и качественно выполнять и без каких-либо сложностей. Тем не менее, медицина не стоит на месте. Мы говорим, что она высокотехнологичная, что сейчас появляются VR-системы, которые помогают хирургам оперировать. VR? VR, да, конечно. Я думаю, что через 3-5 лет мы будем оперировать уже в VR. Звучит, как какой-то космос. Уже дополненная реальность. У нас в клинике есть, например... Как вы ее используете? К примеру, наши урологи, вот начмед по урологии Нариман Казиханч Гаджиев, он оперирует в очках, он загружает в дополнительную реальность 3D в опухоли почки и она накладывается лапароскопически у него в экране, прямо на лапароскоп... в экран лапароскопа. Тем самым он может сразу спланировать, где там сосуды, где нервы и где вены, чтобы их не травмировать или удачно пересечь с минимальной кровопотерей. Как ты узнал про высшую школу онкологии? Случайно. Я... Мне выскочило ВКонтакте объявление. Я думаю, ай, заполню. Заполнил документы. Они дают грант, правильно? Они дают грант. На обучение онколога. Да. Они дают грант. Я сижу в Украине, такой парень с шо-гэ, с нормальным таким украинским акцентом. То есть, в целом, ты не собирался из Украины? Абсолютно. Абсолютно. Мне вылетело предложение, я заполнил документы, мне говорят, поздравляем, вы прошли в следующий тур. Ну, думаю... Что нужно было в этих документах? Дополнить эссе, прислать свои достижения, награды, чем ты занимаешься. Потом проходило написание научной статьи. Для меня это вообще была не проблема. Я отправил. И в конце был обзвон участников, чтобы узнать, какой у них уровень английского языка и как они вообще коммуницируют и какие у них достижения. Мне не позвонили. Ну, я подумал, что, скорее всего, Фоминцеву было дорого звонить в Украину. Он сэкономил денег. И я наутро открываю результаты сайта и мне говорят, Ростислав Павлов, мы вас ждем на финальном этапе в Санкт-Петербург. Я позвонил своему учителю, говорю, Роман Викторович, я еду в Петербург. Говорит, Ростислав, по-любому там будет договорняк или если тебя возьмут, то кому-то писать диссертации. Даже не настраиваясь на победу. Ну, я приехал и выиграл. Я позвонил родителям, говорю, мам, папа, я выиграл. Я переезжаю в Петербург. И они, я как сейчас помню, папа, по-моему, двое суток не разговаривал от шока. Мама там в течение там пару часов не могла тоже отойти. Потому что это был достаточно серьезный вызов. Ну и как показала практика, что за пять лет я из врача-ординатора вырос в ночмедо-крупной клинике. Что вообще давала высшая школа онкологии? Это была ординатура и... И дополнительное образование. Вадим нам показывал ту планку, к которому нужно стремиться резиденту. И показывал, как принимать решения, как разбирать статьи, что такое доказательная медицина, как правильно общаться с пациентами, что такое культура. Он приглашал многих лекторов, ведущих специалистов из мировых клиник. Джон Хопкинс, М.Д. Андерсон. Просто звезды. И он приезжал к нам. И мы проходили обучение параллельно еще здесь, на базах. Мне очень повезло, потому что я попал в клинику Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, в которой я встретил своего учителя и встретил коллектив, в котором культура клиники такова, что она тебе дает возможность развиваться. И если ты не развиваешься, ты автоматически отпадаешь. Потому что все супердинамично развивающиеся. Там, например, наше эндокринологическое отделение под руководством Слепцовой и профессора Слепцова-Черникова, 6000 операций в год. Больше всех в мире. Кардиохирурги больше тысячи оперируют. Травматологи вообще там у них там по 30 может операций быть. Урологи там по 5000 операций. Это все отделения, которые дают серьезный-серьезный рост. И что самое главное, ты всегда можешь прийти за советом. То есть, когда у тебя что-то непонятно, ты приходишь к старшему, там, я прихожу к старшим хирургам, к ночмеду по хирургии, говорю, Вячеслав Владимирович, мне непонятно. Говорит, Ростислав, не переживай, все нормально, ты все правильно делаешь, двигаемся в таком направлении. И культура клиники, которую создал Юрий Николаевич, она дает возможность развиваться молодежи. То есть, у нас очень много молодых докторов. У нас очень много ребят, которые стремятся попасть сюда в ординатуру, потому что они знают, что тут будет не фейковое обучение. Да, здесь сложно. Английский язык, навыки коммуникации, слепой метод печати. Когда они об этом узнают, я каждому ординатору покупаю доступ на три месяца. И они сидят, чтобы печатать, несмотря на клавиатуру. Они думают, ну, наверное, он вообще поехал. Зачем? Это врачу, да? Да. И я им стараюсь показывать и становиться примером. Потому что руководитель это человек, у которого есть подчиненные. Лидер это человек, у которого есть фолловеры, инфлюенсеры. Поэтому эта культура, это воспитание и сама клиника дает возможность просто взращивать ребят, как в теплице, как взрастил меня, Юрий Николаевич, так и взращивать ребят. И тем самым дает возможность им становиться лучше и дальше эту культуру продвигать в массы. В какой-то момент ты все-таки переехал в Москву. Да. С чем был связан этот переезд? Я учился в Сколково. На управленческой, кстати, тоже программе. В управленческой программе. Управление здравоохранения, это первая программа по управлению здравоохранения, которая была в Сколково. Я туда поступил случайно. И мне повезло, мне платили грант. Для меня это был шок. Почему это такая редкость? Ну, конечно. Я прошел в программу, но мне сказали, она будет стоить там энную сумму денег. Я такой думаю, у меня их просто нет. Мне позвонила Наталья Комарова, директор программы, и сказала, что один из инвесторов, Борис Бобров, он там директор SEO Юсуповской больницы, он узнал тебя, и так как на тебя не хватило грантов, он еще доплатил. Только чтоб ты учился. И мы тебе даем расстрочку на год, на то, чтоб ты там платил не сразу, а на год. И я там познакомился с главным врачом 6-й РЖД больницы Викторией Мазарчук. Видела, как я учился, и начала потихонечку сманивать в Москву. Так как моя жена из Москвы, и она очень любила Москву, ей эта идея очень нравилась, и она меня тоже потихонечку так продавливала, продавливала. И мы в июне месяце командой переехали в Москву, и создали там онкологическое направление в клинике. То есть ты забрал еще отсюда команду? Да, свою команду. И как отнеслись руководители клиники пирогов к такому? Они, как говорит Юрий Николаевич, ну ладно, Павлов, но вы-то куда понеслись? С ним все понятно. с ним понятно все. Но вы-то куда пошли? Все понимали, что ребята верят в меня. И та команда, которая со мной переехала, хотя и на короткий срок, мы показали хорошие результаты, и показали достаточно эффективную командную работу. То есть там у меня было два гинеколога, там Ваня Соболев и Паша Сорокин, Саша Петрачков, Мамолак и я. И мы достаточно хорошо быстро закрутили ситуацию. Но через три месяца я приехал к Юрию Николаевичу, потому что мы с ним достаточно близко общались. Я таким считаю своим очень большим наставником. И мы там встретились с ночменом по развитию, Дмитрием Дмитриевичем Шкарупой. И я думал, что они узнали, как у меня дела, я сказал, у меня все хорошо. Но я понимал, что мне Питер по душе как-то ближе. И на тот момент они не находили ночмеда по онкологии в клинику. Поток пациентов немного упал и мне предложили. Мне было очень страшно. Это был большой рост для тебя? Очень большой рост. Потому что я самый молодой ночмед хирургический в России. Мне было очень страшно. Такой вызов. Я позвонил своей жене, она сказала, все супер, отлично, вперед. Едем назад. Да, я позвонил своей команде. Они сказали, супер, возвращаемся в Петербург. Я сказал Юрию Николаевичу о том, что шеф, я с бонусами, он говорит, забирай все бонусы обратно, пусть приезжают работать. И он поверил, и что самое для меня было важное, что все сотрудники, все руководители очень тепло встретили и очень хорошо поддержали мой такое продвижение наверх. И что немаловажно, меня поддержал мой бывший главный врач Виктория Мазарчук. Когда я к ней приехал, сказал, что меня пригласили вернуться на высшую должность, она сказала, это хороший шанс, я тебя поддержу в этом, езжай. Я говорю, как же там, езжай, это хорошо, потому что это для тебя рост. Я в Москве очень многом научился. за три месяца. За три месяца. Да. И Москва меня научила, потому что у Виктории Владимировны хорошее экономическое образование, и она очень грамотно считает. И первое, с чего я начал, это с расчетов. С расчетов ликвидности, с расчетов, какие операции сколько приносят, какие пациенты сколько приносят. И это очень мне помогло. Потому что, вернувшись в Петербург, я достаточно много, что привнес. хирурги и доктора принято решить в обществе о том, что мы должны лечить пациентов и не думать о каких-то финансах. Просто лечим и все. И, скорее всего, с этим и связано то, что у нас достаточно средней зарплаты ниже рынка. Когда мы возьмем американского доктора или доктора в Европе, то они все обладают финансовой грамотностью. Даже сейчас в Гарварде, когда я проходил первый модуль по программе, в которой я учусь, surgical leadership программ. Я один из России, кто туда поступил. Первый модуль в течение четырех дней с четырех дня до четырех утра мы обсуждали финансы. Мы брали кейсы. То есть, не хирургию. Не хирургию. При том, что это 120 шефов со всего мира. Кливленд, МИО, университет в Токио, Австралия, Сидней, лучшие университеты, лучшие клиники, шеф в Буэнос-Аресе. Мы все обсуждали финансы. Мы смотрели, что такое нет-ривене, что такое общая валовая прибыль, как ее рассчитывать, как заложить расходы на свет, газ, отопление, электричество. Как эти расходы нивелировать или как, например, уменьшить расходы на операцию и увеличить качество этой выполненной операции. Сколько каждый хирург может заработать денег и насколько он выгодный для клиники. Потому что бывает так, что есть хирурги, которые выгодны клинике с точки зрения финансов, а есть, которые невыгодны, но они выгодны с точки зрения престижа. И они генерируют большой поток вокруг себя. То есть пациентов, которые приходят на обследование, на чекапы, на консультации, на смежные специальности. И это всегда так? То есть есть те, кто приносит деньги, есть те, кто приносит славу? Да, все верно. А есть те, кто приносит это и другое? А есть те, кто приносит это и другое. Поэтому это важно. Как хирургу стать таким, который приносит и славу, и деньги клиники? Во-первых, нужно разбираться в этом. Во-вторых, нужно найти того человека, который будет тебя поддерживать. Потому что чаще всего у нас парадигма медицины таким, быстро, таким образом, что ты не должен высовываться. Что тем меньше ты светишься, узнают тебя, тем лучше. Это просто российская ментальность. Тише едешь дальше, будешь, все остальное. Я это меняю. Как ты справляешься со смертью пациентов? Для любого врача это очень тонкий момент. и какие правила ты для себя выработал? Нету правил. Это очень тяжело. Это катастрофа. Это всегда суперэмоционально тяжело. Как бы ты, даже если ты уже понимаешь, что пациент терминальный, что он уйдет, это все равно очень тяжело. Мы очень по этому поводу переживаем. Для каждого доктора и для всей команды на самом деле, если пациент умирает, то прям это тяжело. мы с родственников стараемся поддержать. Мы обязательно помогаем на всех этапах с транспортировкой, если нужно. Мы даем какие-то контакты, чтобы помочь пациентам. И мы всегда разбираем, почему это произошло. Всегда. То есть у нас есть конференции, которые это закрытый формат. Мы прослеживаем всю историю болезни и анализируем, как были приняты решения и что могло послужить этому. Слава Богу, что у нас достаточно очень низкий процент смертности. Он очень низкий. Тем не менее, все равно у нас есть это. И нам это помогает становиться лучше и анализировать. То есть ни одна есть такое правило в медицине, что ни одна смерть пациента не должна быть просто так. То есть мы анализируем, что есть моменты, когда мы не связаны. Например, сейчас ковид. У нас есть ряд пациентов, которые осложнились на ровном месте. И мы находим исследования, которые говорят о том, что хирургические пациенты начали осложняться без какой-либо причины. Из-за ковида после ковида принято. Да. Ковид ухудшает результаты. То есть для нас есть такие пациенты, которые прям обидно. Ты выполняешь всю супер операцию, он выписывается, все хорошо, анализы хорошие. Звонит через два дня, говорит, мне очень плохо. Возвращайтесь, смотрим, а там проблемы. И прям это катастрофа. Ковид выступает катализатором для онкологии, то есть опухоль начинает быстрее расти. Ковид выступает катализатором для осложнений после хирургического вмешательства. Ковид не является пусковым, ну, я не знаю, является или нет, исследований нету, не является каким-то, может быть, пусковым результатом или запросом для опухоли. Что там много всяких ходят слухов, там, ковид, не ковид. Первый слух это то, что ковид может вызвать бесплодие. Скажу, это вранье, у меня скоро будет ребенок, второй, появится он во время прививки. Поэтому все, первый миф, я его сразу разбиваю на своем опыте. Второй, это миф, что онкологические пациенты не должны прививаться. В Америке первый, кого нужно, кого прививали, это пациентов с онкологическими заболеваниями. Поэтому это тоже такой момент. И третье, что там ковид может вызывать какие-то мнимые вещи, прививка. Это тоже все надумано и на самом деле что с прививкой, что без прививки ты должен помнить, что заболеть можно всем, чем угодно. Бывают ли такие стадии рака, когда действительно уже вообще ничего нельзя сделать? Бывают. Бывают. Вы беретесь лечить таких пациентов? Если они могут получить лечение, мы их берем. Тем не менее, есть такое понятие, как спортив ке, то есть поддерживающая терапия. Она не специализированная, она не направлена на химиотерапию, она направлена на обезболивание и там поддержание состояния, нормального функционирования организма. у меня есть много пациентов, которые ко мне обращались в четвертой стадии, когда уже все, я не мог помочь, ни хирургически, ни химиотерапевтически. Я помогал в суппорте в ке, и ко мне приезжали родственники, говорили, что, вы знаете, Сергей Иванович, больше с нами нет, но эти два месяца, которые он был на суппорте в ке с нами, это были два месяца лучше нашей в жизни. Он был самым заботливым отцом, он был самым заботливым дедушкой, он был самым заботливым мужем. И это важно, то, что лечение не должно заканчиваться. Даже вот эти обезболивания, правильное питание, правильный подбор лекарств дает возможность качественно и достаточно продолжительно жить пациентом. Павел, вот наш психолог, мы как раз взяли его для этого направления, чтобы наш пациент, которому мы не можем помочь, такое бывает. Вы говорите ему сразу честно об этом? Да. Как ты вообще относишься к тому, насколько имеет смысл пациенту сразу говорить всю правду? Все зависит от того, насколько пациент готов и сколько он хочет услышать. Часто бывает так, что на пациента просто вываливается эта информация, потому что сообщение плохих новостей это неприятно. Мы не любим сообщать плохие новости. Мы не знаем, как это делать. Слава Богу, есть там курсы, как это делать, но тем не менее это все равно неприятно. И врачи, которые не знают, как это правильно делать, используют навык, я называю его выстрел в голову. Здравствуйте, у вас рак четвертой стадии, вам стало жить полгода от свидания. Звучит ужасно. Но мы, к сожалению, это видим. Поэтому, если такая ситуация существует, я всегда пациента приглашаю с родственниками, всегда обсуждаю, команда со мной. То есть, мы обговариваем, это длительный, получасовой, иногда даже часовой разговор, но это важно и нужно. Я говорю информацию только ту, которую пациент готов получить и хочет получить. Потому что, я спрашиваю, интересно ли вам, какой у вас прогноз, сколько вам осталось жить. Говорит, нет, мне не интересно, я полетел в Маврики отдыхать. Или, например, мне говорит, бабушка сидела на консультации, четвертая стадия и говорит о том, что, доктор, сколько мне осталось жить? Мы думаем, ну, наверное, сказать просто месяц и все. Я говорю, бабушка, а почему этот вопрос интересует? Она говорит, у меня через три месяца, через полгода у внучки свадьба. Я хочу там потанцевать. Я понимаю, что у бабушки, как бы, задача, у бабушки, как бы, шансы, потанцевать соу-соу. И я спрашиваю, Тамара Ивановна, а есть ли возможность перенести свадьбу не через полгода, а через три месяца? Сидит внучка такая с мужем своим будущим, говорит, конечно, есть. Говорю, если вы точно хотите потанцевать, лучше сыграть свадьбу через три месяца. Доктор, спасибо, вы лучший, мы домой. Поэтому вопрос о прогнозах всегда стоит какой-то следующий вопрос. Почему пациенту это интересно? Кто-то говорит о том, что доктор, сколько мне осталось? Я говорю, почему вас этот вопрос интересует? У меня есть кредит, ипотека, и мне нужно писать завещание. У меня есть три месяца на этот вопрос? Я говорю, есть. Или, если я понимаю, что может быть случится это все раньше, я говорю, я бы вам рекомендовал поторопиться. Он говорит, понял, принял, полетел. Расскажи, пожалуйста, про работу с Андреем Павленко, известный питерский хирург, который большую просветительскую деятельность вел, когда сам внезапно заболел раком желудка. Как он вообще на тебя повлиял и чему научил? Это один из самых моих таких приятных рабочих моментов периода жизни. Андрей Николаевич Павленко, мой учитель, он многому меня научил. Первому, чему он научил меня, это смирение и спокойствие. Потому что я был такой супер взвинченный и мотивированный. Он меня всегда старался немного успокоить и говорить о том, что все придет, не переживай, все окей. Он научил меня многому в хирургии, то есть лапароскопическим операциям, и он меня научил отношению такой красивой хирургии. Потому что мы, хирурги, всегда улыбаемся и говорим о том, что мы боимся крови. Это правда? Ну, есть такое понятие, как white surgery, то есть белая хирургия. То есть в большинстве операционных в качественной хирургии, когда раньше нужно было там 3 пачки крови, 3 пачки плазмы на операцию, сейчас одна маленькая салфеточка и когда анестезиолог спрашивает, какую мы ставим кровопотерю, ты говоришь ноль. Он говорит, ну ладно, ноль нельзя поставить, хотя бы давайте 30 мл напишем. И пациент поступавший с гемоглобином 130, после операции с гемоглобином 129, после сложной большой операции, которую раньше теряли литр-полтора, сейчас это супер малоинвазивно, супер технично и, что самое главное, безопасно для пациента. И Андрей Николаевич этому меня научил. Безусловно, он был примером. Когда он заболел, я этот день прекрасно помню, переживания, мы с ним встретились после результата в гистологии и он сказал, что он такой, рост, скорее всего, я ржил ради этого, ради того, чтобы показать всем, что мы можем, как мы можем и что российский пациент может лечиться качественно и высокотехнологично в условиях России, не уезжая никуда. Потому что у него была возможность уехать куда угодно. Его все клиники мира готовы были забрать. Но он остался в России. Он доверился в России и он этим гордился. Потому что в России хирургическая специальность и хирурги очень высококлассные. Потому что мы не стесняемся учиться и в Америке, и в Азии, и в Германии, и в Европе. Мы берем все самое лучшее и имплементируем в нашу практику. Боюсь, что далеко не во всех клиниках, так? Согласен. Согласен. Но не во всех, так во всех профессиях. Есть журналы с рейтингом номер один, а есть журналы с рейтингом минус один. Так и, безусловно, в медицине. Тем не менее, все равно качественных специалистов с каждым годом становится больше. Павленко активно вел блог во время своей болезни. Мне кажется, это было что-то очень новое для России. И в целом тема онкологии табуированная в России. Боятся люди про нее говорить, стараются вообще об этом не думать и считать, что с ними это никогда не произойдет. Ты тоже активно занимаешься популяризацией этой темы, ведешь Инстаграм, у тебя есть несколько проектов популяризаторских. Зачем ты это делаешь? Зачем вообще нужно это тебе и отрасли в целом? Во-первых, я хочу пациентам и своим фолловерам приоткрыть ту занавесь страха и табуированности. Я рассказываю о том, какие есть современные возможности, как можно профилактировать онкологические заболевания. Потому что часто пациенты приходят и спрашивают доктор, ну почему же я? Я же жил так хорошо. Я же никогда не ходил к врачам. Я говорю вот это очень плохо, что вы никогда не ходили. Я, например, своим родителям на 30 лет совместной жизни сделал подарок. Чекап. Молодец. Я им подарил два конверта. Они подумали, что сын молодец нам что-то там приготовил. Они открыли их. Там были билеты в Петербург на гастроэколоноскопию под наркозом. Папа еще КТ сделал, потому что он меня курил. Вот. И поэтому все можно предотвратить. При правильном выстраивании скрининга, то есть бессимптомной диагностики и не бояться докторов, можно получить хороший прогноз для своей дальнейшей жизни. И плюс это генетическая предрасположенность, которую также можно выявить и профилактировать. Анджелина Джоли. БРК-мутация удалила молочные железы и яичники. И так много сейчас превентивных методов, чтобы не заболеть. Просто их нужно знать. Поэтому я стараюсь это популяризировать, говорить о том, что это не страшно, что операции, которые выполняются сейчас, это не высокотехнологичные, безболезненные. Пациенты счастливые. Я очень много снимаю пациентов, отзывов. У меня там есть такие амбассадоры, которые просто выступают, говорят о том, что ребята, вот я, у меня четвертая стадия, все окей. Я прошла там 3-4 операции, прошла химиотерапию, я в ремиссии, все окей. И я таким образом с примером пациентов, с примером своим, хочу показать, что онкология это не приговор, и это тема, которую нужно обсуждать и нужно выносить на общественное такое обсуждение. Потому что вот эти все новые законопроекты, которые ухудшают для пациентов возможность оказания медицинской помощи, это результат того, что об этом никто не говорит. если пациент придет к доктору и скажет, в регион, и скажет, доктор, а вы мне назначили БРК-мутацию? Он говорит, что? Иди отсюда, умный сильно. А если таких пациентов придет 9, доктор придет к своему заведующему и скажет, Иваныч, если мы сейчас не будем делать БРК-мутацию, меня поднимут на вилы. Правильно? Правильно. А если поднимут на вилу лечащего доктора, что он скажет? Мне не делает это заведующим, мне не разрешают это делать. Поднимут на вилу заведующего. И эта осознанность, эта культура о том, что можно и что нужно делать, даст возможность повышать качество медицинской помощи в регионах путем информированности пациентов. Мои пациенты часто говорят, у меня есть проект gastric.pro для пациентов с раком желудка. Это послужила история с Андреем Николаевичем для меня. И многие пациенты из регионов, которым я даю этот сайт, они уже приезжают и говорят, Растилав Владимирович, у меня генетика все в порядке, я сделал, если что, анализы те-те-те-те-те, наследственные CDH1 я тоже проверил, ген, все хорошо. Вот. Или наоборот, приезжает ко мне пациент, говорит, Растилав Владимирович, я прочитал ваш сайт, у меня у бабушки и у мамы был рак желудка, я сделал генетический анализ, у меня есть мутация в гене, что нам делать? То есть осознанность, информированность. И это залог успеха, качества оказания медицинской помощи и возможности получения ее. Потому что наш пациент, я прихожу и спрашиваю там пациентов, а вы знаете, какую вам химиотерапию капали? Красненькую и беленькую. Вот и все знания. Вот и все знания. Я говорю, а почему вы не спросили? Мне неинтересно. Говорю, это же ваше здоровье. Ну я просто капаю, а потом приезжают и говорят, доктора в регионе меня неправильно лечили, вот они меня там залечили. Я говорю, а вы спрашивали, чем вас лечат и почему вас так лечат? Нет. а что вы хотите? Вам неинтересно, но вы требуете. Узнайте. Вот вам информация, вот вам мой блог, посмотрите истории, пожалуйста. Поэтому это даст возможность, на мой взгляд, поменять ситуацию. Ну и твой второй проект связан с работой с родственниками. Почему это важно? Профессионализм врача состоит из трех основных составляющих. Это мануальные навыки, операции, выполнения. Это как ты принимаешь решения, это такой decision making. И третий, это навык коммуникации, то есть communication skill. Первый раз я communication skill узнал от Вадима как раз Гущина, когда он приехал к нам читать эту лекцию. И я думал, что я просто бог общения. Меня все любят, пациенты. Я очень был всегда вежливый, заботливый. Но оказалось, что это не так. Потому что мы разобрали несколько сценок с Вадимом, и я реально поплыл. И я понял, что этому нужно учиться. И мы с моим партнером Максимом Котовым начали разрабатывать эту программу. Мы обучились там у Анны Сонькиной, Дорман, съездили в Голландию. Поняли, что можно сделать маленький онлайн-курс на 5-6 уроков для молодых врачей, ординаторов и студентов. Потому что в обществе, в медицине нас не учат общаться. А как мы знаем, что коммуникация и навык коммуникации это один из важнейших составляющих профессионализма, лидерства и вообще успеха в твоей карьере. И мы запустили этот проект и подхватила компания про докторов. Мы обучили больше полутора тысяч врачей. Все достаточно хорошие отклики. Мы сейчас готовим курс 2.0 уже расширенный. Как общаться с пациентами-блогерами, с разными религиями. Да, безусловно. Блогерами? Конечно. Ну, когда к тебе приходит пациент, достаточно частая ситуация, приходит пациент и говорит «Всем добрый день. Сейчас мы ведем прямой эфир из кабинета доктора Павлова. У моей там мамы или бабушки опухоль в сигмовидной кишке. Мы сегодня с ним обсудим, как мы будем лечить и что мы будем делать. Доктор Павлов, прошу вас». Такое бывает. И наши доктора к этому не готовы. Поэтому мы будем продолжать эту тему, продолжать развивать и продолжать улучшать качество медицинской помощи и путем улучшения навыка коммуникации. Например, у нас в команде, когда есть конфликтный пациент и врачи не справляются, я, включаясь, помогаю разрешить эту ситуацию или Павел, как психолог, идет разговаривать с пациентом. Но мы обязательно разбираем ситуацию. Мы разыгрываем сценку, когда я пациент или кто-то из моих коллег, старших пациент и молодой доктор тренируют этот навык. Потому что это навык тренируемый и дает хороший результат и хороший уровень удовлетворенности и качества оказания медицинской помощи. Вот это такая зона ожидания. Здесь мы будем делать ремонт еще. Поэтому будет все очень хорошо. Но вот наша команда, которая вся работает. Вот видите, достаточно все молодые. Супер талантливые молодые. Какой у вас средний возраст людей в команде? Наверное, 34-33. Может быть так. Штар ординаторы. Вот Андрей Николаевич наш. Обязательно мы ему такую картину нарисовал художник. Очень тоже круто. Ну и лучшее отделение по отзывам. Обязательно все мы снимаем наши проекты. У нас есть свой видеопродакшн, который ездит с нами в регионы. Снимает разные видео. То есть приемы, как мы ведем. Мы прибыли в Калининград. Сегодня целый день прием пациентов. Будем консультировать. Пациенты ожидают нас в каждом... Вот видите, картина, картина, картина. Пойдемте сегодня в ординаторскую. Увидеть сейчас. Святая святых. Смирей. Здравствуйте. Здрасте. Вот. Вот, например, наши студенты, по-моему, да? Валерия Валерьевна. Студенты наши? Студенты. Мои, да. А что, двое только? Там маленькие группы. А, окей. Вы все рассказали? Дали попробовать импланты? Да. Да. Ну, вот смотрите, команда, например, которая работает, вот это все ординаторы. Все, вся молодежь. Тут студенты, которые учатся обязательно у нас. Все ребята работают. Вот, например, тоже обсуждают все проекты. Старшие, старшие доктора. Игорь Николаевич следит за порядком и за качеством. Он всегда очень серьезен. И они обязательно обучаются вот то, что вот 10 пальцев печати, о котором я говорил, у нас как старше, так и младше. Вот, например, вот Виктория Викторовна, она вообще печатает и на английском, и на русском, и на испанском, и на итальянском. Девайсы, которые мы сидим. Да, те самые инструменты. А вот этот? Это шивающий аппарат. Это еще или чего? Да, это электрический шивающий аппарат, то есть, чтобы выполнять операции. Все, чтобы лапароскопически все это делать. То есть, вы видите, чтобы все тренируются, все отрабатывают, все максимально чувствуют, чтобы учатся в правильной культуре. Наш маркетинговый план. Введение, контентная платформа, корректировка сайта, внедрение явных форм захвата, внедрение CRM, exit interview. Ничего себе. Ну, то есть, все по-взрослому. Прямо как у нас в Forbes. Но мы взяли это из Forbes, поэтому подсмотрели. Вот, то есть мы видим, смотрите, то есть мониторинг, публикация, настройка семантического ядра, сбор куки, загрузка, подготовка контента, запуск промо. То есть, это все, все внедряется. ты это контролируешь лично? У меня есть маркетолог, который контролирует этот вопрос. Но я с него спрашиваю. Я с него спрашиваю раз в месяц. Вот видите, вот ваш любимый инструмент. Ракурзу КСК берет. То есть, работа постоянно. Вот, например, у нас сейчас модуль идет по маммологии. Валерия Валерьевна, прекрасный доктор. Вот видите, у нас все там, линейка имплантов, все айзеры, то есть, которые там ставятся нашей маммологической группой. Видите, там можно потрогать. Так выглядят импланты. Настоящие. Что это замечательно? Это полиуретан? Да. Вот. Потому что у нас любые там реконструктивно-пластические операции мы выполняем нашими молодыми, с борющей. Пациенты получают по квотам, бесплатно. Ого. То есть, можно... То есть, пластику. Пластику, да. Они пластику по поводу онкологических заболеваний получают бесплатно. Видите? То есть, это пластическая операция, которая делается из показаний онкологии. Учеба – это очень важный момент. Потому что, если ты учишь, если ты воспитываешь, если ты передаешь что-то из поколения в поколение, информацию, учишь их правильно учиться, будет отличный результат. Вот, резиденты Вышево первый год. У нас есть все поколения Вышево, которые учатся, занимаются. В какой момент ты разрешаешь студентам идти в операционную и оперировать? Оперировать не разрешаю. С первого дня начинают мыться на операции, смотреть, пробовать. То есть, они идут из самого простого к самому сложному. Первое, с чего начинает хирург, это зашивать кожу. Потом уже дальше, дальше, дальше. с конца? Да, да, да. Дальше, дальше, дальше. Когда ты сделал 20-30 раз эту манипуляцию, переходишь дальше. И обязательно все идет под контролем. Все операции контролирует старший хирург. Всегда. Есть исследования, которые показали, что если оперирует младший хирург под присмотром старшего, качество хирургии не меняется. Поэтому понемногу. Не могу сказать, что все прям сразу вырываются, но у них появляются свои пациенты, которые идут именно на этого хирурга. И они говорят, я готов прооперировать маленькую там операцию, большую операцию. Всегда кто-то помогает. Как много у вас совсем молодых ребят, которые к вам приходят учиться, работать? Насколько вообще профессия хирурга-онколога сейчас популярна среди молодежи? Она супер популярна. Не все хотят стать пластическими хирургами. все хотят стать или онкологом, или пластическим хирургом, или кардиохирургом. А нейро? А нейро тоже хотят. Да, тоже крутая профессия. Тоже хотят нейрохирургами стать. Так звучит круто. Популярная профессия. Например, на поступление в высшую школу онкологии поступает заявок порядка 800, а мест там всего 20. То есть желающих учиться в ардиантуре. и все больше и больше мы видим ребят, которые хотят быть не просто хирургами, а хирургами-онкологами. Потому что это супер динамично развивающаяся профессия и супер динамично развивающиеся направления в хирургии. Она очень сложная, она требует много учебы, она требует постоянно поддерживать свой уровень и постоянно развиваться. Потому что много новых технологий, новых каких-то решений, новых девайсов, возможностей VR, 4K, 3D. И это все мы можем имплементировать. Все в России все это тоже есть. Все есть, абсолютно. Мы уже затронули тему, что пациентов, да, часто, что в Израиле или в Германии их вылечит лучше, чем в России. Ты говоришь, что это не так. Почему? Какие сейчас есть возможности у российской медицины, о которых, возможно, не все пациенты знают или не все ими пользуются? Возможности есть все. То есть можно выполнить, получить, например, вот сегодня мы пойдем выполнять операцию на прямой кишке лапароскопически, малоинвазивно. Такая операция в Европе стоит 30 тысяч евро. Мы ее выполним бесплатно пациенту по квоте. То есть пациент просто получает квоту на лечение в клинике. Он не тратит на расходные материалы, на сшивающие аппараты, на все у нас американское или европейское. То есть все прекрасно. Ему не нужно никуда ехать. Примеры вы знаете очень много таких знаменитых ребят, которые приезжают к нам и оперируются. И они видят, каким мы оборудованием владеем, что мы делаем. Поэтому сейчас много клиник, как в федеральных, в Москве, в Санкт-Петербурге, но и в регионах уже достаточно хорошее и качественное оказание медицинской помощи. Да, иногда это есть бюрократические моменты, которые руководители клиник выстраивают, чтобы какой-то кастинг делать. Я не знаю, почему они так делают, но тем не менее в нашей клинике у нас такой open вариант. То есть пациент может мне написать, грубо говоря, в директ, сказать, Ростислава, я всем отвечаю. Или моя помощница мне скидывает, кому я там забыл ответить. Или находит номер телефона, пишет на сайт. Мы всегда отвечаем. Если не отвечаем, то перенаправляем это письмо. Да, безусловно, найдутся 2-3 процента, которые скажут, а вот мне не ответили. Но тем не менее, я вчера проверил, у меня за этот год порядка 350 или 400 отвеченных только писем. В месяц я консультирую больше 100 человек. Сумасшедшее количество времени, наверное, на это. Да. Как к вам попасть в клинику человеку с улицы? Элементарно. Написать в директ, написать на почту, написать в ватсап, инстаграм, обратиться через знакомых. Мы всем отвечаем и всем стараемся помочь. Никаких проблем. И что самое главное, мы убираем эту бюрократическую систему. У нас у каждого пациента есть свой администратор, который помогает госпитализации, собрать документы, помочь с гостиницей, как добраться, психолог, все вот эти помощники, которые дают улучшения, я их называю улучшатели, улучшатели для госпитализации. Они все уменьшают эмоциональное напряжение до момента приезда в клинику. Ну, а когда они приезжают уже в клинику, тут уже встречают команду врачей, ну и совсем нивелируют все эмоциональное состояние пациента. А сколько тяжело получить квоту на операцию? Элементарно. Вообще. Просто пишет пациент, ни один пациент у нас не получает квоты в регионе. Мы ему сами все открываем. Мы поломали эту систему. То есть пациенту не нужно стоять там где-то В очереди ждать 10 лет. Без вопросов. Пожалуйста, вы получаете квоту, мы сами ее оформляем, все помогаем. И все это административная поддержка. То есть администраторы, которые забирают на себя эту работу. Хирург должен очень хорошо и грамотно вязать. Вязать таким образом, что он должен 122 минуты и не смотреть на узел. То есть тем самым развивая свои навыки и умения. То есть спокойно вяжем. Видим, что у нас не распускается каждый узел, я контролирую его, что я могу там вязать, 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 вязать. Потому что если ты что-то преподаешь, ты должен сам это делать, должен сам показывать, сам воспитывать и быть примером. Правильно? То же самое я могу закрыть глаза и вязать дальше узлы. Уже короткая ниточка, где-то мне хватит еще на узлов 10-15. Вот видите, проверим качество. Видите, ни одного, ни одной дырочки. Это та самая нить, которая используется? конструктор с хирургией. Это слишком ни одной ниточки, ни одной дырочки. То есть вот так выглядит шов? Да. Расскажи, как вообще сейчас развивается онкологическая наука, какой шанс есть у людей на поздних стадиях онкологии? Потому что еще некоторое время назад не было никакого шанса. Сейчас онкологическое вообще направление это супердинамично развивающийся. Если раньше мы обновляли свои знания раз в год, сейчас мы обновляем свои знания раз в месяц. То есть ты просто прочитываешь, просматриваешь новые рекомендации, новые какие-то препараты, потому что иммунотерапия это терапия, которая взорвала просто мир и в 2019 году получила Нобелевскую премию за иммунотерапию. Раньше меланома четвертой стадии лечилась какими-то химиотерапевтическими препаратами и у пациента пациент там жил до года. Сейчас пять и больше. То есть комбинация таргетных препаратов это препараты, которые действуют именно на поломку в гене. Мы с Андреем Гаражей, который победил Forbes 30-30. В прошлом году мы с ним много интересных там с онкобоксом обсудили проектов, чтобы действовать на опухоль на молекулярном уровне, подбирать химиотерапию, которая именно поможет пациенту. И качество хирургии, то есть уровень хирургии, он тоже растет и дает возможность пациентам жить дольше, качественнее и, что самое главное, комфортней. Редактор субтитров А.Семкин